Как продавать выше рынка? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Лебедев. Я уже 19 лет занимаюсь маркетингом, рекламой и дизайном. Обучаю на тренингах клиента ориентированности и продажам в том числе. И сейчас я расскажу вам, а как продавать выше рынка, как продавать дороже рынка. К слову сказать, мои тренинги и консультации стоят дороже рынка. И тем не менее, я их продаю, и меня это очень радует. И сейчас я вам расскажу те техники, которые помогают это делать. И, возможно, что-то из этого вы возьмете себе. Ну, а если вам оно нравится, эта тема, поставьте лайк этому видео. И напишите в комментариях, какие из этих техник вам понравились больше всего. Итак, первое, что нужно понять. Если вы продаете дороже рынка, это не значит, что товар у вас хуже. Скорее всего, он у вас лучше. И более того, важно понимать, что в продажах у нас есть качели. С одной стороны цена, с другой стороны ценность. И если цена у вас высокая, то, скорее всего, и ценность у вас высокая. И задача в продаже выше рынка, в продаже товара дорогого, это донести эту ценность до вашего клиента. Конечно же, могут быть клиенты, которые просто не ваши, и которые не готовы будут купить по вашей цене, и которым даже такое качество не нужно. И в вашем случае, ключевая задача, это понять, что за клиент перед вами, и что же ему нужно, какую проблему ему нужно решить, и решит ли этот товар вот эту проблему. Чаще всего, дорогие товары, это работа с клиентами VIP, и те, которые очень ценят свое время, и ценят свое внимание. С ними лучше всего быть откровенными, и потому что откровенность и честность, она подкупает гораздо больше, чем всякие хитрости, манипуляции и так далее. И в этом случае вам нужно объяснить ему, и встать на сторону клиента, и помочь ему решить его проблему. Для этого мы больше времени посвящаем тому, чтобы понять, а что же за задача у клиента. Мы ему спрашиваем, хорошо, а расскажите, какая у вас сейчас задача, над чем нужно работать. А как вы видите идеальный конечный результат нашей работы? Хорошо, то есть правильно я понимаю, что вам, у вас сейчас вот такая вот проблема, и вы хотите вот это вот решить. Смотрите, в нашем продукте есть вот это, вот это, вот это, оно вот прям помогает вот это решить. И вот есть кейсы на это. Что еще может быть, можно дать попробовать это человеку. Если человек понимает, что у него, например, для него это дорого, то есть он вроде бы хочет покупать выше рынку, но для него это дорого, нужно ему объяснить, а какие есть другие аналоги по цене и сказать сразу. Смотрите, сейчас на рынке у нас есть вот такой аналог, вот такой, вот такой. Вот эти два, они в два раза ниже рынка. В них есть нюансы, то есть мы в свое время, там 20 лет назад, мы начинали вот тоже с этого уровня, а потом перешли в дорогой сегмент, потому что поняли, что вот здесь вот отказ у оборудования происходит чаще. Вот здесь надежность ниже, поэтому мы начали улучшать качество, потому что мы просто заморочены на качестве, такие на качественные задроты, да, то есть мы вот прям очень любим, чтобы было все хорошо. И нам важно, чтобы все клиенты, они потом нам говорили, как это классно и писали вот эти отзывы. Только вот благодаря этому. Поэтому мы там команду выбрали очень хорошую, да, мы им платим зарплаты выше, но мы знаем, что они с нами надолго и значит с ними будет хорошо. Мы там вступили в СРО, мы сделали то, 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 то и объясняете, а почему получается ваша дорогая цена. Есть еще один классный пример, сейчас я вам покажу. Это называется адвокат цены. Что это такое? Вы берете и рисуете вот такой вот круг для вашего клиента. Особенно это хорошо там, где у вас товар выше рынка, но ниша такая низкомаржинальная, то есть там нельзя сильно много туда зашить. И вы рисуете вот такой круг и говорите, смотрите, дорогой мой заказчик, вот эта вот цена, она складывается из вот таких вот показателей. И рассказывайте про каждый. Вот это вот материал, вот это работы, вот это доставка, это вот то, 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 то. И вот смотрите, если, и у нас мы знаем сколько вообще что стоит, мы очень хорошие материалы всегда выбираем и так далее. Если вы у клиента найдете что-то, если вы у конкурентов найдете что-то дешевле на 15%, давайте подумаем, а за счет чего это может быть экономия. Мы уже 20 лет на рынке, да, и мы знаем. Хорошо, допустим, они сэкономят, сделают вам цену на 15% дешевле за счет материалов. Это значит материалы потеряют в стоимости треть, то есть они возьмут на треть более дешевого материала. А чем это грозит? Это грозит тем, что у вас надежность вот этого оборудования, она будет сильно ниже. И объясняете каждый из этих пунктов, вы объясняете, а как это складывается, и погружаете клиента в то, чем вы занимаетесь, и тогда он понимает, а эти ребята реально задроты, они прям классные. И когда вы с ним начинаете работать честно, тем самым ему становится гораздо приятнее с вам работать. И он понимает, за что вы платите, за что он платит. Более того, вам нужно будет это выяснить, потому что если вы не знаете про ваш продукт вот этих вот фишек, вы не знаете про ваш продукт вот этой глубины, вам будет очень сложно продать ваш товар. Потому что логично будет казаться, что все вокруг одинаковое, а у вас почему-то выше. Но нет, вам нужно разобраться, а почему вы сделали выше и почему это хорошо. Еще один пример, как можно в этом случае работать, можно клиенту объяснить, на чем можно сэкономить и на чем экономить не нужно. В коммерческих предложениях, когда я создаю коммерческие предложения для своих клиентов, я всегда, ну вот в таких случаях, когда нам нужно обосновать цену, я делаю отдельную страничку, на которой написано. На чем можно сэкономить, на чем экономить не нужно. И вот здесь я показываю, на чем можно сэкономить до 20% стоимость. Например, мы продавали дома, загородные дома, и мы расписали, что вот здесь типовые размеры, вот это, вот это, вот это, доставка, там сборка и так далее. Вот это все можно сделать сам, и вот стоимость будет на 20-25% дешевле. На чем экономить не стоит, не стоит и сэкономить на материалы. Если вы возьмете более дешевый брус, он будет на самом деле не сухой, хотя будет заявлено, что он сухой. Через там два месяца он рассохнется, и у вас будете ходить в одной комнате, а сервант со стаканами будет звенеть на кухню. И вот если вы такого не хотите, то тогда на нем экономить нельзя, поэтому мы его берем хороший. И когда вы объясняете все это, тогда клиент смотрит на вас и говорит, ооо, какие вы классные, как здорово, что я попал к вам, а не к другим ребятам. Ваша главная суперсила это знание вашего продукта и понимание того, что нужно клиенту. И в этом случае можно продать что угодно, кому угодно, за любую цену. Главное, чтобы это помогало другим людям. Ну что, дорогие наши друзья, с вами был Павел Лебедев. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайки. Не прощаюсь, потому что в этом плейлисте сверху, снизу есть еще куча разных видео, где я рассказываю про другие возражения, про возражения вообще, про продажи, ну в общем много-много всего, что так или иначе связано с моей любимой темой, клиент-ориентированность. Вот, и что еще там в конце принято говорить? А, напишите в комментариях, да, напишите в комментариях, какие вы используете способы для того, чтобы отрабатывать возражения дорого. И я еще там же в комментариях и внизу под этим видео, для тех, кто досмотрел это видео до конца, оставляю всегда какие-то бонусы и полезные ссылки, так что ищите их внизу и делайте наш мир лучше. С вами был Павел Лебедев. Нихао! Всем пока-пока!